Всем привет! С вами канал ArtMoney. Сегодня у нас с вами видео обзор на синтезатор DenDeck410. Смотрите, она вот такая вот большая коробка. Она довольно огромная. Покупала я ее за 4000 в Эльбересе. Ссылку я оставлю в описании ролика. Давайте сейчас с вами посмотрим на саму коробку. Я сейчас приближу, покажу и будем ее открывать и смотреть, что же у нас там внутри. Наша коробка. Здесь написано DenDeck610. И вот, пожалуйста, поехали. 61 полноразмерная клавиша. То есть, в принципе, она довольно большая, не маленькая. Русифицированная панель. То есть, панель на русском языке. Это очень много значит. То есть, вам не придется переводить каждое слово и потом смотреть. Хотя, я думаю, запомните, наверное. 8 тональная полифония. 200 тембров. 200 ритмов. То есть, это довольно много. Это не в каждом есть. Система обучения. 50 мелодий. MP3 плеер. Это не в каждом есть. Это, по-моему, есть только в Den. А вот у других нету. USB. Тоже не у каждого. И карта памяти. Так. Также, кстати, вот тут написано молодежная 5. Для молодежи, наверное. Или, может, это адрес какой-то. Не знаю, короче. Вот здесь, наверное, нарисованы нотки. Так. Ну, вот вы посмотрели примерно, да? Там 61 клавиша. У него тут тоже написано. 200 тембров. 200 ритмов. Системное обучение. 50 мелодий. MP3 плеер. USB. И даже карточка. То есть, даже микрокарта. Как ее? Вот. То есть, в принципе, в синтезаторах это не во всех есть. Я очень много моделей пересмотрела. Прослушала. Это, по-моему, от Den. Единственная модель. Ну, еще там до этого какие-то были. У которых есть карта памяти. Которую ее можно воткнуть. Записать. То есть, запись будет как MP3. И потом куда-то там выставить. То есть, ну, такой вариант есть. USB-вход также есть. Вот. И давайте же ее откроем. На самом деле, в ее магазине я уже проверила. Поэтому не отдельно. Вы видите, что коробка помятая. Она такая приехала. К сожалению, в Эбрисе. Они приходят всегда помятые коробки. Поэтому на 1000 рублей дешевле получается. То есть, вот из-за коробки. Вот. Я много читала там отзывов. Там очень много все время так приходит. Вот. Ну, мне, в принципе, коробка не важна. Вот. Самое главное, чтобы она работала. Я включила, я посмотрела. Она работает. Все в порядке. Но, на самом деле, сейчас, я думаю, лучше бы я заказала вам видео. Потому что там дается и чек, и дается бумажка распечатанная. Там подпись. Там все такое. Потому что чек, он со временем как-то выгорает. И все. Его, то есть, вообще ничего не видно. А бумажка у вас остается. Вот. А там только чек дали. Я надеялась. Думаю, что на технику дадут. Ну, нет. Придется само опечатать. Вот. Чтобы хоть как-то сохранить что-то, хоть было. Так. Ну, вот она, в принципе, такая вот. Вот. Здесь был этот, как его называют, это вилка. То есть, она, кстати, в комплект входит. В некоторых синтезаторах она в комплект не входит. И она стоит от тысячи до полторы. То есть, покупайте синтезатор и еще плюс отдельный уш. Лучше бы, правда, сразу туда клали. По-моему, это Casio или... Не помню, короче, как он там называется. Так. Здесь есть для нот штучка. Честно говоря, я не умею играть на пианино. Вообще, в принципе, не умею. Я знала только одну мелодию. Поэтому я не знаю, как они там, что называются. Вот. Но планирую учиться. Я хочу научиться играть. Это моя мечта. Вот. Ну, такая штучка. Не понял, как она называется. Вот. Так. Так же само пианино. Сейчас мы его с вами достанем. И давайте мы сейчас его посмотрим с вами полностью здесь. Досконально. Так как я люблю. И потом будем его включать и смотреть каждое звучание. Да, кстати, мы с вами будем смотреть каждое звучание, каждого тембра. Я сейчас буду разбираться и вам все это показывать. Потому что, когда я искала обзор, честно, я не нашла. Вот они чуть-чуть поиграют какие-то, потом включают мелодию и стоят вот так смотрят. Мелодия играет. Честно, мне эти мелодии не нужны вообще. Мне надо знать, как играет пианино. И с вами мы сейчас это все будем проверять. Так. Переходим сюда. Так. Вот вы видите, сюда втыкается для розетки. Здесь Хонос. Не знаю, короче, что это. А, микрофон. То есть, вы можете петь. А наушники что получается? Нет, что ли? Хонос. Может, это наушники? Не знаю даже. Сейчас посмотрим. USB. Честно, на USB не знаю. Тоже зачем, наверное, чтобы компьютер подключать. И микро-CD. То есть, карточка. Честно, это здорово. То, что тут есть карта. Так. Ну, естественно, вот она. Наши колоночки самые обыкновенные. Тут нарисованы USB. Карты. MP3. Кнопка включения. Так. Здесь у нас 200 тембров. Сейчас мы с вами каждый посмотрим. Я надеюсь, вы нажмете стоп. И чтобы прочитать, какие же там тембры есть. Зачитывать я вас именно, их вернее, наверное, не буду. Если кому-то интересно, я могу сделать потом фотографию. Если вы не смогли прочесть здесь. И вам куда-то выслать. Пишите мне обязательно под роликом в комментариях. Либо вы можете написать мне на почту. Или ВКонтакте. На канале в YouTube это все есть. Так. Здесь тоже что-то. Вибрато. Что-то там. Короче, это надо все разбираться. Громкость. 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 Здесь чего? А здесь если запись. Собрались. То есть это даже записывается она. На самолет похуже. Так. Дэн. Да. Вот. Дэн. Дэк. 610. Здесь у нас что? 200 ритмов. Вот. Но ритмы мне не нужны. Но я не знаю. Есть смысл их проигрывать или нет. Тогда мне кажется ролик получится очень-очень длинный. Вот они ритмы. Так. Здесь что у нас? А вот 200 ритмов. Немножко отсвечивает. А тембров, ритмов. 50 демо-мелодий. 61 клавиша. Стерео. Так. Тут тоже чего-то. Тут, кстати, вот они по циферкам. Я немножко смотрела обзоры. По цифрам вот они выбираются. Сейчас все это будем изучать. Двойная клавиатура. Тут тоже что-то, что-то. Так. И сейчас я подключу другую камеру. И мы с вами начнем. Так. Также давайте его посмотрим с той стороны. Здесь у нас есть ножки. Самые обычные пластмассовые. Здесь есть место для батареек. Ого. Так. Прям туда, короче, отверстие батареек. Здесь у нас 6 батареек больших. Видимо, довольно толстых. Обычно нам пишут АА. ААА. Тут, короче, вот. Теперь ногами, может быть, вы поймете. Вы видите. Ну, короче, 6 батареек больших. Это, допустим, если вы хотите где-нибудь на природе. Ой. Не так. На природе поиграть. В лесу где-нибудь. Честно, даже не знаю, насколько хватает этих батареек. Но я думаю, что должна быть надолго. Так. Вот она вот так выглядит. Здесь у нас вот они клавиши. Клавиши как бы сразу. Там нет никакого выступа. Так. Здесь я уже показывала, в принципе. Здесь и наушники, и микрофон. Это супер. Так. Здесь у нас, чтобы включить, USB для флешки. Не знаю, может быть, можно и компьютер подключить. Попробовать надо. Вот. Здесь у нас для карты памяти. Здесь у нас написано Дэн. Здесь я, кстати, нашла. Смотрите. Здесь вот болты. А здесь вот две такие штучки без болтов. Что-то как будто выходящее там. Вот она тоже. Такая же здесь. Наверное, так должно быть, я думаю. Так. Здесь вот плотно прилегает. Видите? Тут уже начинает расширяться, расширяться. Ну, не совсем уж прям такое качество. Не знаю. Раз они уже делают, я думаю, не везде одинаковое. Вот. Включили. Сразу слышу, как работает колонка вот эта. инструмента. Здесь вот другая не очень. Это работает. Есть звук. Так. Звук нам надо сейчас убавить немножечко. Вот это громкость инструмента. Ну, честно говоря, довольно сложно нажимаются клавиши. Вот. Ну, за четыре тысячи это, я думаю, нормально. Вот. Так. Давайте попробуем с вами проверить все наши тембры. Это, видимо, тембры 0,0. А, ну, это вот самый акустический рояль. Это вот как раз самый. Один у нас концертный рояль. Ну, как-то так. Уже немножко другой звук. Так. Второй у нас электророяль. Второй. Уже другой звук. Третий. Расстроенная фортепьяно. Да. Может, даже такое бывает. Третий. Такой звук, знаете, получается большей клавиш, нежели звук с ont indicators. Ну. Такой звук, знаете, получается большей клавиш, нежели звук с Родос пианино-один. Фортепианный ансамбль. Пятое. Шестое. Клаве СИМ-1. Шестое. Шестое. Седьмое. Синтезатор. Восьмое. Челеста. Девятое. Глокеншпиль. Глокеншпиль. Десятое. Музыкальная шкатулка-1. Глокеншпиль. Глокеншпиль. Как игра какая-то. прыжок. Прыжок, прыг, прыг. Одиннадцатое. Одиннадцатое. Виброфон один. Ну вот, кстати, одиннадцатое больше подходит к пианину, он как-то более по звучанию. Двенадцатое. Маримба. Тринадцатое. Ксилофон. Как-то просто такое нажатие. То есть даже звука продолжительного нет продолжительного. Так, это у нас было тринадцатое, четырнадцатое. Оркестровые колокола. Надеюсь, я правильно прочла. Тоже есть продолжительный звук. Надо было с этого нам начать с самого начала Ну ладно Он звучит долго И поехали Так, ну ладно 14-е, в принципе, тоже мне довольно понравилось Что-то такое Больше, ну как колокола К церкви, к храму больше как-то связано Что-то Не хватает педальки Чтобы звук был дальше Продолжительный Ну погромче, конечно И продолжительнее Что-то такое более мягкое Переходящее, мягкое, нежное Так, это у нас был 14-й 15-й Дульцимер А мне кажется, что-то было Похоже, нет? А мне было что-то другое Тоже продолжительный звук Шестнадцатый Язычковый орган То есть тут уже орган Нажимаете Сколько бы вы ни держали Он будет петь Короче, надо привыкать Вот это вот Занятие пальцами Чтобы они были у вас Развитые Чтобы вы могли спокойно играть Но орган Я очень-очень люблю Не хватает громкости Наверное, просто громкость прибавить Или что-то Здесь, мне кажется, нужно еще настроить немножечко Чтобы было Чтобы было как-то более Красиво, наверное Ну, не знаю С этим тоже я все буду разбираться И потом, если у меня получится Что-то настроить Что-то в нем поменять Также будет ролик На эту тему Вот Будет обязательно что-нибудь Так, поехали дальше Семнадцатая орган С ударной атакой Один Вот Как Семнадцатая Ну, что-то такое Более какое-то детское Так Восемнадцатое Рок Орган Субтитры создавал DimaTorzok О, это было что-то идеальное Хотя потом буду монтировать и слушать И получится что-то вообще нереальное Вот Но что-то какая-то даже мелодия получилась Мне понравилась Она тоже протяжная Тоже тянется Особенно вот двумя Две клавиши зажимаешь И кажется, что это озвучка какого-то фильма Ужаса такого страшного Что кто-то идет там Не так Конечно, лучше всего это записывать Именно иметь запись Потому что Когда я выбирала Я думала, что если не будет такой записи MP3 Вот это вот всего То я смог бы просто поставить диктафон И на него записать Но вот это вот Звучание вот клавиш Это не очень приятно Поэтому покупайте Сразу Чтобы здесь была Микро-УСБ Вернее, УСБ Там Чтобы карта памяти была MP3 То есть вот это все Чтобы было Потому что отдельно Вы записать не сможете Это будет очень тяжело Потом там выбирать 19-е Церковный орган Вот он, наверное Будет офигенным сейчас Та-дам Тоже древний Ну, тоже древний Пока вы его держите Он играет Ну, тоже довольно хорошо Так, 20-е Физгармония 1 Физическая гармония, что ли? Физгармония Такой звук протяжный Но с коротким промежуточком Слышали, наверное, да? То есть тут уже Что-то немножечко другое Как мышка пищит Я чувствую, как у меня соседи Там начинают шевелиться Так 21-е Аккордеон 1 22-е Гармоника Тоже протяжная Танго-аккордеон 23-й 24-я гитара С нейлоновыми струнами Один Сейчас мне гитара вообще не похожа Похоже просто на Самое обыкновенное пианино 25-я гитара Гитара с металлическими струнами Тоже самое Ну, как погрубее 26-джаз, электрогитара 27-е Электрогитара Без усилителя Один 28-е Приглушенная Электрогитара Один 29-я гитара С перегрузом Один Перегруз даже в кавычках Под гитару Мауча похоже 30-е Расстроенная гитара Тридцать первая Акустический Бас-гитара Да, что-то там Похоже Непонятно Чем 32-я Электро-бас-гитара Тридцать три Электро-бас-гитара Тридцать четыре Безладовая бас-гитара Тридцать пятый степ Бас-гитара Один Тридцать шесть степ Бас-гитара Тридцать семь Синтез Бас-гитара Один Тридцать восьмая Синтез Бас-гитара Два Такое, знаете, что-то Вау Вау Ну, уже другое Тоже интересно Тридцать девятый Скрипка один На скрипку не похоже вообще Сорок Виола Прям как из мультика Тридцать пятый степ Тридцать пятый степ Тридцать пятый степ Что-то похоже, мне кажется, на орган Или вот что-то такое Сорок первое Виолан-чель Один Тоже самое Сорок два Контрабас Сорок три Тремолирующие Струнные Сорок четыре Струнные Пиццикатто Как в нее играть Тоже есть маленькие звучания Прикольно Сорок пять Арфа один Сорок шесть Летавры Ну что-то Понравилось Сорок семь Струнный оркестр Оркестр один Ну такое Пич Писклящее Больше Сорок восемь Струнный оркестр Два То же самое Но немножечко потише Сорок девять Синтезатор Струнный Один Пятьдесят Пятьдесят Синтезатор Струнный Два Похоже Похоже То же самое Пятьдесят Один Голос Один Пятьдесят Пятьдесят Два Голос один То же самое Почему-то Хотя пятьдесят Два Видимо Может ошибка Он более Помягче Более Тихий Ну да Пятьдесят Один Более веселый Какой-то Пятьдесят Два Более Грустный Пятьдесят Три Синтез Голос Пятьдесят Четыре Симфонический Оркестр Это интересно Оно Короткое Непродолжительное Что-то такое Прям, знаете Вдохновляющее Но хочется Чтоб немножко Была продолжительность Какой-то Звук И потом Что-то еще Продолжалось И между ними Какое-то Пианино Или что-то Вставить Это будет Вообще Мелодия Просто Восхитительная Пятьдесят Пятьдесят Петруба Петруба Обычный Я надеялась Что Будет Какое-то Продолжение Один Два Вот После Симфонического Оркестра Что-то Какое-то Второе Продолжение Пятьдесят Шесть Тромбон То есть Тоже Протяженная Пока вы держите Она играет Не Заканчивается Пятьдесят Семь Туба Если там была Труба То тут Уже Туба Что-то Такое Тоже Красивое Приятное Пятьдесят Восемь Труба Сурдиной Писклявый Вроде Труба Такое Пятьдесят Девять Французский Рожок Рожок Конечно Это Прикольно Что-то За рожок Такой Французский Тоже Протяжная Длинная Тут Вообще Такое Тихо Интересное Шестьдесят Духовая Секция Прикольно Шестьдесят Синтез Духовых Один Красиво Красиво Шестьдесят Шестьдесят Два Синтез Духовых Два То же самое Шестьдесят Три Цексапон Сопрано Один Шестьдесят Шестьдесят Четыре Саксофон Альт Один Шестьдесят Один Шестьдесят 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 Череп много Шестьдесят Сеперяція 67. Горобой 1. И тоже такой приятный звук. 68. Английский горн 1. 69. Фагот 1. 70. Кларнет 1. 71. Пикколо. 72. Фрейта. 73. Рекордер. 74. Флейта пан. 75. Бутылки. 75. Бутылки. 70. Бутылки. Интересный такой звук. Что-то похоже на бутылки, но я думаю, может быть, настроить надо каждую под себя. 76. Сякухати. Прямо уже больше китайскому. Ну, что-то красивое. 77. Свистульки. Не заметил свистульки. 78. О, Карина. 79. Искусственный звук 1. Здесь написано искусств. Ну, искусственный, я так думаю. 79. 80. Искусственный звук 2. Красивый. 81. Искусственный звук 3. Ну, это вот как синтезатор как раз и есть. 82. Искусственный звук 4. Ну, тоже красивый. 83. Искусственный звук 5. Ну, более такой, мелодичный. 84. Ситар 1. 85. Банж до 1. Интересно, что-что. Ну, что такое. Интересно. Можно где-то его, какую-то мелодию подставить. 86. Сиами Сен. Ну, такое, как обычное, обычное такое детское пианино. Что-то такое. Пик-пик-пик. 87. Кота. 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 87. 87. 87. 87. 87. Ну, такое продолжительное, но коротенькое. 88. Кальм-ба. Кальм-ба. Красивый, кстати, звук. Мне понравился. И цифры, запоминающиеся. 89. Волынка. Народная скрипка. Народная скрипка. Не знаю, мало похоже это на скрипку. 91. Сонари. 92. Колокольчики. 93. А-го-го. А-го-го. 93. А-го-го. 94. Стальной барабан. Девяносто пять. Деревянная коробочка. Что ж там будет-то? Девяносто шесть. Японский барабан. Видимо, тут все-таки надо еще настраивать, чтобы это было похоже на барабан. Девяносто семь. Мелодический том-том. Девяносто семь. Красивый звук. Девяносто восемь. Синтез барабана. Девяносто девять. Ревенсированная тарелка. Девяносто девять. Девяносто девять. Здесь уже как-то получаются ритмы. Ну, давайте пробовать. Название мы дальше уже не знаем. Посмотрим, что же будет. Кстати, срок службы здесь написан на три года. Он с января 2019. Ну, я надеюсь, что он не три года мне прослужит. Так, девяносто девять у нас мы сыграли. Сто. Сто один. Ну, такой звенящий, интересный. Сто два. Более такой звонкий. Сто три. Хм. Тоже интересный. Его можно куда-то вставить, допустим, в какую-нибудь мелодию. Это вот чисто не играть, а какими-то отдельными клавишами. Ну, как-то так. Сто четыре. Тихий такой, интересный. Сто пять. Ну, интересный. Сто шесть. Ну, такой тоже. Ничего. Сто семь. Сто восемь. Такой, знаете, как козявка. Такое что-то выворачивающее. Сто девять. Сто десять. Сто одиннадцать. Сто двенадцать. Сто двенадцать. Сто двенадцать. Сто тринадцать. Походу. Сто четырнадцать. Сто пятнадцать. Двойной, кстати, зажатие клавиш очень красиво. Красивая мелодия. Сто шестнадцать. Даже вот просто легкое нажатие, и уже есть звук. Сто семнадцать. Сто восемнадцать. Очень красивый звук. Такой, как для какой-то детской песенки. Сто восемнадцать. Сто восемнадцать. Тоже красивый звук. Сто девятнадцать. Сто восемнадцать. Сто восемнадцать. 120 Здесь, кстати, есть плюс и минус, я смотрю Попробуем сейчас его Все гораздо проще 121 Интересный звук 122 Что-то похожее было 123 Как-то даже ближе к органу, что ли Красивый тоже звук 124 125 Похоже 126 Красивый звук 127 Это более помягче Более Более тоже такой Насыщенный какой-то 128 129 130 Красивый 131 Вот он Больше звук Вот этот вот церковный Колоколов Красивый Ну, какая-то тоже такая новогодняя детская То же самое Ой, господи, я забыла читать 132 мы с вами прошли 133 мы с вами прошли 134 сейчас Такой обычный 135 Ну, такой на синтезатор больше похоже 136 Ну, такой мягкий, хороший звук 137 138 Тоже ближе к органу Интересный звук 139 Красивый звук 140 Тоже такой 141 Вот это тоже красиво Тоже как-то к органу К чему-то такому Близко Такой он звонкий И многие Я смотрю мелодии Довольно Громкие получаются Некоторые тихие Некоторые громкие Если еще прибавить Да, полная громкость Я представляю, что тут будет Все соседи просто станут на уши Если вам нужно поиздеваться над соседями Это то, что нужно Поехали дальше 142 Это как какая-то дудочка такая Вспоминается мне В далеке Какого-нибудь там века Когда король шел Они в эту дудочку играли Ну что-то такое 143 Помягче немножко такой же 144 Ну как пианино 145 То же самое громче 146 147 Тоже такое План Протяжный Пока вы его держите Он будет играть Отпускаете Заканчивает Интересный 148 149 150 Интересный Тоже звук 151 Похожий 152 152 Такой знаете Похож Прямо на такое Сердитое пианино Такое Прямо Такое Качество Хорошее Хочется Прямо так Взять И Начать Играть Интересно 153 Немножко Поменьше Звук 154 155 155 156 Интересный Звук 157 159 159 159 159 тоже такое он это немножко другое что-то новенькое 160 что-то у нас подобное уже было ну интересно его нужно найти ту цифру с которой мы уже было этот звук и их сравнить интересно 161 необычный такой интересный звук 162 знаете напоминает какую-то дудочку какой как папирус до большой палку от этого папируса в нее вот дудят не знаю как правильно назвать вот воздух как типа дудочка и получается такой какой-то звук что-то интересное 163 ну кстати вот тоже похож на синтезатор именно этот звук 164 165 такой знаете звук как будто сначала не собака такая злая старая собака а потом звук какой-то то есть слышите наверно интересно тоже 166 167 это кстати больше похоже на синтезатор и есть какая-то концовка каждого нажатия клавиша 165 слышите там конце особенно вот с этой стороны интересно 168 тоже такое но немного помягче 169 179 170 170 171 тоже можно поставить это рядом с арканом 171 171 172 172 интересный звук 173 здесь прям такое пианино 174 174 174 серг 육ня 175 тому про т�도 собой лесов и 7 iste Name abs партич 176 Visual 177 ну что-то такое дальше до продолжительнее 178 такой заглушенный 179 длинная такое нажимаешь и она куда-то туда вбок уходящие 180 181 182 183 184 185 186 ну они уже как-то друг за дружкой идут громче и тише длиннее короче вот просто 187 интересный звук 188 189 ну это больше похоже на пианино тоже протяжная длинная 190 красивый звук 191 тоже такой хороший звук но они как-то мне кажется похоже 192 такой громкий такой необычно немножечко тоже можно записать себе 193 193 ну уже смотрите другой звук его не было по-моему 194 это наверное самый классный звук который интересно играть и хочется продолжать играть 194 195 такой более низкий 196 197 ну как пианино 198 198 199 более такой заглушенный 204 а 200 где вроде бы 200 а ну 200 это как нули вот он который изначально был вот и все мы с вами пересмотрели 200 тембров целых 200 изначально не хотела читать каждый но в итоге как видите я его прочла и наверное это у нас с вами вернее будет первая часть потому что ролик я думаю получится очень длинный под каждым тембером я говорила какой хороший вы можете просто его себе записать и у вас получится какое-то определенное количество потому что я так поняла они здесь многие повторяются просто погромче потише там более глухие более звонкий просто можете себе отобрать записать на бумажечку и уже сидеть тут играть и виде свою бумажечку как-то их там может быть даже назвать по-своему распределить глухие звонки орган там и так далее вот для этого я все это делаю вот всем спасибо за просмотр с вами был канал арт-мания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии обязательно также смотрите наши другие ролики как мы с сыночком будем играть моему сыну два с половиной вот ему наверное тоже это будет очень интересно у меня музыкальный мальчик это будет все во влогах обязательно смотрите влоги также обзоры на другую другие блин на другую технику на продукты продукты из фикс прайса светофоры из обыкновенных магазинов вот и всем пока пока пока